Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня мы, как обычно, отвечаем на вопросы. Вопрос поступил такой. Как себя вести в течение 40 дней после смерти близкого человека? Большинство, я думаю, что уже имеет представление. Хотя я приезжаю на погребение, когда отпевают человека, я вижу, что еще не все люди достаточно имеют представление, как действительно себя вести в течение 40 дней. И я стараюсь всегда объяснить. Потому что, понятное дело, не все еще ходят в храм. Еще и не все воцерковлены. Хочу сейчас объяснить. Сначала мы разберем, что происходит вообще с душой человека. То есть момент смерти. Это очень важно. Тогда, я думаю, что все остальное вам будет более понятно. Дело в том, что погребение, которое мы совершаем над усопшим, оно предназначено для верующего человека. Там все об этом говорит, все молитвы об этом говорят. Мы когда отпеваем, там есть «Анкца Божия проповедавши» и «Закланивавши», я скажу, «Анкцы», там, ну, такие слова. Это со славянского себе перевести. То есть человек проповедовал «Анкца Божия», то есть Иисуса Христа. Что такое проповедовать Иисуса Христа? Ведь не только словом, но и своей жизнью. То есть человек жил по-христиански. Вот эти слова имеют такой смысл. И таких слов там немало, как я уже говорил. То есть из этого мы видим, что мы отпеваем человека верующего, именно христианина. Есть там еще слова «со святыми упокой». То есть, представляете, вот святые люди, которые жили со святой жизнью и находятся там у Бога. И мы просим Бога, чтобы этого человека он упокоил со святыми. Я думаю, что многие из вас, которые смотрят сейчас эту передачу и слышат мои слова, улыбнутся. Почему? Ну, потому что они так представляют, что некоторые, даже из родственников, люди, которые пили, ругались бранными словами и ругались такими словами, что не дай, не приведи их слышать. Я уже как-то как священник, ну, понятно, что среди людей бываю, но в основном в цирке как-то. Вот как-то у меня и друзья, какой-то контингент у меня. И вот я так получилось, что услышал, ну, вот идешь по улице, и, ну, не заткнешь же уши. И вот люди работают, и он как заругался. И именем Бога, Богородицы, самые страшные слова. Ну, это просто, и, знаете, я вот, я быстренько-быстренько, даже, ну, что, что ты мой? Он там, ну, видишь, что они в таком состоянии, он сейчас ему скажет, он еще и тебя будет ругать, еще и хуже будет. Я заткнул уши пошел. Ну, все, ты поймешься быстро, я уже потрался у тебя. Мне противно было это слышать. И самое печальное, что это вот зараза, вот эти слова попадают в сознание, потом они там сидят и всплывают, и ты пытаешься их искоренить. Лучше всего, конечно, было бы не слышать, ну, что ж поделать, живем мы среди людей. И вот, услышав эти слова, я иду и, как священник, думаю. Ведь не вечно мы на земле. Может, завтра, может, сегодня, а может, там, через несколько лет умрет этот человек. Вот в таком состоянии. И придут люди и будут просить. Батюшка, надо его отпить. И мне надо в молитве просить Господи со святыми его упокой. Язык не поворачивается. Вы знаете, не поворачивается язык такое говорить. Я считаю это даже кощунством. Ну, как я могу просить его со святыми упокоить, когда он там, ну, такими словами такое вытворял и не каялся. Я стараюсь иногда узнать, то есть, о жизни человека, насколько это возможно. Они всегда и удаются. Иногда бывают случаи, что, когда знаешь об этом, ну, стараешься такие молитвы выбрать, чтобы как-то, ну, проводить его последний путь. Надежде, что он покаялся перед смертью. И почему я об этом говорю? Ну, чтобы вы понимали, что происходит. Когда человек умирает, душа отделяется от тела, и душа начинает уходить к Богу. Ну, где-то первые три дня она находится, говорят, где-то здесь в земной сфере, где-то здесь рядышком, посещает места там, любимых людей. А потом уже все неизбежно, и надо уходить, все. Здесь я ничего не держу. И, конечно же, о чем мы можем говорить? Как вымолить его? Если он никогда не желал быть с Богом, еще и ругался. И так его проклинал там Бога и Богородицу. И вот в течение 40 дней мы молимся о тех людях, о близких, которые скончались, которые, ну, как-то к Богу душой прилеплялись, которые стремились к Богу. Иногда, может быть, даже ты в храм ходил. Если регулярно, еще и лучше. И мы тогда 40 дней молимся и просим Господа простить. Понятно, что в Евангелии есть такие замечательные слова, которые сказал Иисус Христос. «Всякий верующий в меня не погибнет, а неверующий уже осужден». Это сказал Иисус Христос. Но мы, как люди, которые просим Господа, молим Его, надеемся, что человек может в последнюю минуту раскаялся, мы же не знаем. Только это незнание вот и толкает на то, чтобы молились за Него 40 дней, просили и надеялись, по крайней мере, если Он дошли в Царство Небесное, то хотя бы, чтобы Господь поставил Ему облегчение. Хотя бы так. И вот это надежда. Все мы там будем. Неизбежно. И поэтому самая главная наша задача на земле – приготовиться к вечности. Ведь здесь временно, а там вечно. И я хотел бы, чтобы напоминали об этом и близким, и родным. И если человек при жизни не успел причаститься, или не желал еще как-то, вы все-таки, когда он приболел, если такая возможность есть, поговорить надо с ним. Как-то его подготовить, чтобы он исповедовался и причастился перед смертью. Это очень важно. Чтобы человек покаялся перед Богом о своих грехах, примирился бы с Богом, с близкими. И тогда, конечно, наша молитва будет иметь больше воздействий. И тогда Господь, увидя Его истинное, искреннее покаяние, может и принять Его в Свои вечные обители. Так что молиться надо каждый день, читать псалом. Есть молитвословие, есть указания, как правильно читать. Сейчас мне трудно объяснить. Можете прийти в храм, вам расскажут. Есть прямо книжечки, где как описано, как правильно молиться. Избегайте в это время увеселительных каких-то учреждений, мест. Поэтому надо вести себя более так в строгости, в посте, в молитве и молиться о близком человеку. Вот правильно так молиться о своих близких. Так что спаси вас Господи, молитесь друг о друге. И тем исполните закон Христов, написанный в Святом Писании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова